Как лидер всего живого человечества, заявил о утрате доверия ко всей Российской Федерации. Я заявляю об утрате доверия всей судебной системе, в том числе Российской Федерации, и вам в том числе. Почему все сказали? Ну что? Что делать? Значит, эээ... Что будем делать? Что делать? Да, дилемма. Возражений не поступило? Возражений нет. Очень сожалею, но я вынужден заявить вам отвод. А что? Что-то вам пропало сделать. Вы лучше спросите, что вы хорошего сделали? Спасибо. Унижаемые. Нет возражений. Рассматриваю, рассматриваю. За меня три тысячи решила. Нарушено право на отвод. Отводы состава судебной коллеги не заявили, мы продолжаем. И нарушено право на разъяснение прав. Нет, не знаю. Вы опять пытаетесь выдать свое мнение за мое. Нарушено право на ходатайство. Так, ходатайство, я понимаю, нет у вас. Прошу садиться. Сейчас будет доклад по делу, затем вас послушаем. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Сейчас будет доклад по делу, затем вас послушаем. А почему вы все время за меня все решаете? Не спросили мнение про отвод? Сами решили, что отводов нет. Это как-то... Я вам доверенность не выписывал на представление интересов моей персоны. Я усматриваю признаки коррупционной составляющей. Вы проявили личную заинтересованность, то есть высказывали личное мнение за истца. Защищается. Щит включили. Деньги не мои, деньги народ собрал. У них не было законного основания, чтобы требовать с меня деньги. Они выслали счет, сказали оплатить. Я усматриваю факт мошенничества. Вы нарушаете мое право на защиту. Заявляю утрату доверия всей Российской Федерации. Неважно, что произойдет. Мое дело заявить. Народ рассудит. А творец тем более. Ты прав? Ты прав сто пудов, тысячу пудов, прав? Вот так. Но заявили они мне. Утратили доверие. Все. Всем привет. Сегодня расскажу продолжение процесса по лидеру секты живых человеков. Значит, 8 августа 2023 года было шестое заседание в городе Егатеринбург. Без моего присутствия. Отказали трижды в организации ВКС с Сургутом. Тихонова назначила экспертизу. Причем она выбрала своего кандидата в качестве эксперта. А оплату назначила истцу. Ну, естественно, истом была подана частная жалоба. 3 октября позвонила юрис-консульт Сафонова Яна из вот этого экспертного агентства ФБУ, там что-то при Министерстве юстиции. И сказал, что надо срочно оплатить экспертизу. Отправила счет. Информация о рассмотрении частной жалоби на сайте областного суда города Екатеринбург на тот момент отсутствовала о рассмотрении частной жалобы. 12 октября 2023 года был оплачен счет на 300 тысяч рублей из народных средств, которые были собраны через прямой эфир. 15 октября стало известно, что на сайте суда появилась информация о рассмотрении частной жалобы. То есть, определение о назначении экспертизы не вступило в законную силу. А Сафонова непонятно на каком основании потребовала оплату. 23 октября она же заявила, что дело находится у них и экспертиза все еще проводится. Далее заявила, что экспертиза была проведена 27 октября. То есть, в период с 3 по 27 октября дело находилось у них и эксперт осуществлял экспертизу. За этот период определение не вступило в законную силу и обжаловалось. То есть, в законных оснований на проведение экспертизы у них не было. И получается, что материалы дела находились одновременно и в ФБУ, в экспертной организации, и в Свердловском областном суде. 3 ноября в ходе заседания в Свердловском областном суде выяснилось, что у них находятся не все материалы дела, а выделенный материал в размере 46 листов. По факту, материалы дела состоят из более чем 300 листов. Далее, седьмое заседание по частной жалобе в Свердловском областном суде через ВКС с городом Сургут было 3 ноября. В Сургуте были 2 очевидца, в городе Екатеринбург 1 очевидец. В Сургутском городском суде по-прежнему отсутствует туалетная бумага и стульчак в туалете на первом этаже. Зато сделали пандус для людей с ограниченными возможностями. Запасные эвакуационные выходы на всех этажах опять закрыли. Опять закрыт. Пожаребезопасность под угрозой. Вернули автомат для продажи кофейных напитков с тремя стеклянными бутылками, пронос которых, со слов самих же приставов, запрещен в здании. То есть 3 стеклянные бутылки. И добавили еще одну бутылку и стеклянную баночку с корицей. Для обеспечения формальной безопасности привязали их веревочкой к автомату. Это что, техника безопасности, да? Даже эту корицу привязали. Да, а салфетки не привязали. Супер. А теперь смотрим, как лидер всего живого человечества, по мнению СМИ Российской Федерации Ура.ру, заявил о утрате доверия ко всей Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы где? Давнее, до вас чуть не было. Давно я сюда не приходил, давно. А что? Что-то вам плохого сделали. Вы лучше спросите, что вы хорошего сделали. Так, по поводу хорошего, этот, исполнительный лист я же направил. Хочу получить исполнительный лист на ДСБЖР. Мы выписываем, выписывает только общественное приемное там в отдел. В 106 кабинет, ой, в 105 кабинет. Ну то, что я вам направил, это нормально, да? Ну да. Через газ правосудия. Конечно, оно поступит. Так, а в течение какого срока обязаны вы дать? Я забыл. 10 дней или сколько? Сроков их не знаю, но мы-то только исполнительные. Вот вы специально эти вопросы про аукционные задания в течение 10 дней не обязаны вам. Чтобы вы специально это записываете. Обратитесь к ним, когда они получили ваше заявление и когда они вам выгадут. Я вам честно говорю, что я реально забыл срок. Вот я вам сам и назвал. Примерно 10. Ох, нет. Ох, не случайно все с вами, точно. А куда благодарность-то делась? Так и не выяснили, кто-то там не сел. Слишком много работы. Ясно. Очень плохо, что вы такое недоверие оказываете. Да, ну. Подозреваете в чем-то? Да нет. Я всегда честно, открыто действую. Благодарствую. До свидания. До свидания. Система видеоконференц-версии реализована на американском оборудовании. Фирма-производитель американская. Калифорния. Здрасте. Паспорт приготовили, да? Отлично. Слава. Пойдем. Вот образцовая мантия. Пуговки на месте. Панжеты белые. Моритни белые. Все по закону. Коллегиально. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышите и видите нас, да? Да, слышим, видим. Начинаем. Судебное заседание объявляется выходным. Рассматривается дело по участной жалобе САН решение на определение Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 8 августа 2023 года. У нас сегодня судебное заседание посредством ВКС. Коллеги, пожалуйста, скажите, кто к вам явился? Передайте, пожалуйста, документы. Низор, пожалуйста. Согласно водительского удостоверения, появился в зал судебного заседания Булгаков Антон Николаевич. Бодрождение, место рождения, личность подтверждается в основании водительского удостоверения. Так, у нас кто-то явился. Сейчас проверим, у нас послушательство. Здравствуйте. Пожалуйста, вы сюда, представьтесь, вы кто? Сюда, пожалуйста, чтобы вас видно было. Вы кто? Я слушатель. Я, 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 я. Да, вы слушатели, у нас можете садиться. Не участвовать в процессе. Значит, дело рассматривает судебное коллеги по гражданским делам всего в областном суде в составе председательства Щелошковой, судей Сибири Филатевой. Протокол судебного заседания ведет помощник в суде Весова. А в области состава судебной коллеги помощнику имеется? На данной стадии нет. Не имеется. Так, значит, вы участники процесса не верили, что надлежащим образом обращены. Рассматриваем дело, когда на их нет возражений. Рассматриваем, рассматриваем. Значит, присняются вам права, вы правы поддерживать доводы вашего взаименения, доводы своей эволюционной жалобы, знакомиться с материалами дела, подавать замечания на протокол судебного заседания, обжаловать наше судебное постановление. Права права, права, ясны? Истец? Нет, не ясны. Ясны, да? Нет. Что вам непонятно? Имели я право удостоверить личность, должность и полномочия трех женщин, которые... Вам объявлены состав судебной коллеги, судей Воложковой, Сибири Филатевой. Протокол судебного заседания ведет помощник в суде Весова. А твоего состава судебной коллеги вы не заявили, вернее, мы продолжаем. Коллега, спасибо. Спасибо. Продолжаем. Благодарствую. Так, ходатайся, я понимаю, нет у вас. Прошу садиться, сейчас будет оклад по делу, затем вас послушаем. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Сейчас будет оклад по делу, затем вас послушаем. У меня есть ходатайся? Есть ходатайся. Какие? А почему вы все время за меня все решаете? Права разъяснили, не спросили мнения? Нет. Слушаем ваше ходатайство и заявление. Про отвод сами решили, что отводов нет. Это как так? Про ходатайство тоже сами решили, что ходатайств нет. Я вам доверенность не выписывал на представление интересов моей персоны. Мы сегодня рассматриваем вашу частную жалобу на определение Ленинского районного суда города Катинбурга 8 августа 2023 года. Вы сегодня явились в судебное седание, ВПС вам организована. Так? Вы понимаете, что мы сейчас рассматриваем? Вашу частную жалобу. Я знаю, что мы рассматриваем. Мне не ясно, почему вы не спрашиваете мнение. Значит, пожалуйста, если у вас есть заявление о ходатайстве, мы их слушаем. Вот, другое дело. Благодарство. У меня есть дополнение к частной жалобе. Оно было направлено 3 часа назад через Газправосудие. Вы его получили? Оно поступило, да. Сейчас докладчик все нам доложит. Все есть. Я прошу огласить это дополнение к частной жалобе и потом я заявлю ходатайстве. Все будет оглашено. Прошу пока садиться. В производстве Ленинского районного суда города Екатеринбурга находится гражданское дело по юсту Булгакова с информационно-аналитическим агентством РАГУ, чрезвычайным сними ОМС «Уральского видеокомпания» «Сверху» о защите чести и достоинства. Определением Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 8 августа 2023 года по ходатайству из ЦАП делу была назначена судебная лимуистическая экспертиза. На разрешение экспертов поставлен ряд вопросов, в том числе о том, содержится ли воспариваемая сведения и негативная информация об эстетах Булгакова. Если да, то в какой форме выражена эта информация? В каком значении воспариваемых фрагментов используется термин «сехта»? Проведение экспертизы поручено экспертам ФБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации. Расходы по оплате проведения экспертизы возложены на эстетах Булгакова. С таким определением суда и согласится эстет обратиться с частной жалобой, которая просит определение Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 8 августа 2023 года признать незаконным, отменить как нарушающая доступ из ЦАП правосудия, исключающая дальнейшее движение по делу и вынесенное с грубыми нарушениями нового процессуального права. Указывает, что судом необоснованно трижды ему отказано в участии в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, тем самым нарушено его право на личное участие в судебном заседании. Обжалуемое определение препятствует доступу у юстица к правосудию, поскольку у юстица недостаточно средств для оплаты экспертизы в СУБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы, исходя из информации о расценках, опубликованной на сайте данного учреждения. Стоимость производства экспертизы в два раза превышает среднюю нынешнюю цену. Суд, выбрав безведомо из ЦАП на учреждение и возложив на из ЦАП оплату экспертизы, сделал для из ЦАП невозможный доступ к правосудию, полагающую, поскольку суд привлек к производству экспертизы своего эксперта, то финансировать такую экспертизу обязано государство. Значит, в поступивших сегодня дополнениях в частной жалобе истец указывает, что он предполагает факт мошенничества со стороны СУБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в лице юрист-консульта Сафонова, Сафоновой, Яны Владимировны, которая позвонила истцу 3 октября 2023 года и заявила, что необходимо срочно оплатить экспертизу в размере 30 тысяч рублей. Сафонова направила счет на оплату на электронный адрес из ЦАП. Проверив сайт Сербовского областного суда 3 октября 2023 года, истец убедился, что на сайте суда отсутствует информация о рассмотрении данной частной жалобой. Данная информация появилась на сайте суда только 5 октября 2023 года. Передача дела судьи 50 октября 2023 года судебное заседание, о чем истцу стало известно лишь 15 октября 2023 года. Также 23 октября 2023 года Сафонова в ходе телефонного разговора утверждала, что дело находится у эксперта, и экспертиза проводится в данный момент. Позже Сафонова сообщила, что экспертиза была закончена лишь 27 октября 2023 года, где находится дело Сафонова сообщить отказаться. Таким образом, истец предполагает, что Сафонова путем введения в заблуждение истца, что дело находится в СГУ Украинский региональный центр судебной экспертизы, принудила истам произвести оплату экспертизы, проведение которой истец обжалует данной частной жалобой. Поэтому истец требует отменить определение Ленинского районного суда города Гатинбурга 8 августа 2023 года, обязательство ВБУ возвратить всю народное денежное средство в размере 30 тысяч рублей за экспертизу и компенсировать 900 рублей комиссии за перевод, принять новое определение по делу назначения экспертизы и назначить по настоящему делу судебную психологию и лингвистическую экспертизу и поручить мысль региональному центру информационной безопасности и судебной экспертизы город Хауза. Указан Волкова Анна Геннадьевна, руководитель данной организации в старшем работе, и так далее. Катинков Николай Николаевич, кандидат в медицинских наук, то есть приводит сведение о специалистах. Кроме того, нам выступало ходатайство обысца об оказании содействия в реализации права на судебную защиту, просил обеспечить участие заявителя во всех открытых судебных заседаниях Цепловского областного суда путем использования системы видеоконференц-связи, проведения сообщить, заявляла ходатайство о проведении видеоконференц-связи, что у нас и сегодня назначено. Так, пожалуйста, слушаем вас. Вы доводы, ваши честные жалобы на доводах настаиваете? Поддерживаю в полном объеме. Поддерживаете. Ну и ваше заявление тоже поддерживаю, да? Полностью. Ну, слушаем ваше объяснение. Я бы хотел уточнить. Возражение на эту частную жалобу хотя бы от одного ответчика поступало? Возражения нет. Письменно не поступало? Нет. Хочу обратить ваше внимание, что в связи с тем, что письменных возражений не поступило, и никто из ответчиков не явился, соответственно, они полностью отказываются от самостоятельной правозащиты. Прошу суд учесть этот факт. У меня вопрос. Я ставлю перед судом вопрос. Подскажите, пожалуйста, я хочу уточнить, а где сейчас в данный момент находится дело? Просмотрение частной жалобы у нас происходит по выделенному материалу по гражданскому делу номер 2-22-38-23. Материал выделенный является. А выделенные материалы, как они выглядят? В каком объеме примерно? 100-200 страниц? 46 страниц. Здесь, на то есть включение, что у нас поступило еще. Существует сообщение. В результате момента на выступление. Момент поступления 46 страниц. То есть, вот этот выделенный материал, как и указано на сайте суда, поступил к вам 5 октября. Все правильно? Вся информация размещена в открытом доступе. Сегодня мы рассматриваем частную жалобу. Давайте вернемся к вашей частной жалобе. Рассматривается материал по вашей частной жалобе. Поэтому, пожалуйста, ваши доводы. Вы на доводах частной жалобы наставите. Что-то дополнительное хотите сказать, кроме того, что сейчас судья докладчик огласил, и то, что вы сказали? Во-первых, я очень сожалею, но я вынужден заявить вам отвод. Заявляю отвод всему составу суда, и в том числе секретарю, всем трем женщинам, которые присутствуют в черных мантиях, и секретарю, я предполагаю, которые сидят за компьютером. На основании того, что председательствующий не спросил, есть ли отводы, точнее спросила, и тут же сама за ИСЦА ответила, что отводов нет. Это первое. Второе. Спросила, есть ли ходатайство, и тут же сама ответила за ИСЦА и за все стороны, что ходатайств нет. И на основании того, что права в итоге не были разъяснены, был задан вопрос ИСЦУ, ясны ли права. Истец однозначно ответил нет. Председательствующая пыталась переночить этот ответ в сторону ЯСНЫ, права не получилось, ввиду чего, и в итоге, когда был задан уточняющий вопрос, ИСЦА не получил ответ, после чего все-таки не было выяснено, разъяснены права или нет. Соответственно, нарушено право на отвод, нарушено право на ходатайство, и нарушено право на разъяснение прав. То есть три права нарушено, конституционных. На основании этого я усматриваю признаки коррупционной составляющей в ваших действиях, именно председательствующего, ввиду того, что вы проявили личную заинтересованность, то есть высказывали личное мнение за ИСЦА, без доверенности от самого ИСЦА. То есть решали за него ясны ли ему права, есть ли у него отводы, есть ли у него ходатайство. И вы все решили в свою пользу, то есть высказали противоположное мнение от мнения ИСЦА. Я заявил отвод всему составу суда, в том числе и секретарю. На основании этого я усматриваю признаки личной, прямой, косвенной, либо косвенной заинтересованности в исходе дела и на основании этого заявляю отвод. Да, судебная коллегия удаляется с вещательной комнаты для разрешения данного вопроса. Благодарствую. Защищается. Защита. Щит включили. Они хитрый ход сделали. Они дело отправили на экспертизу, а частную жалобу выделили в материалы и отправили в областной суд. А мне об этом не уведомили. Я не знал, что частная жалоба они ее приняли. Я думал, ну все, пропало, как всегда. Неизвестное направление. И тут эти звонят, типа, нам поступило дело. Эксперт уже там весь в желании установить, что ж такое слово-то секта, наконец-таки, впервые в истории, наверное, Российской Федерации. И говорит, давайте денежку. Ну, мне что делать? Я вынужден. Дело у них. Частные жалобы на сайте суда. Нет информации. То есть, определение вступило в законную силу, получается, ну, по логике. Я был вынужден оплатить. Деньги не мои. Деньги народ собрал. А через три дня выясняется, что частная жалоба сработала. И, оказывается, это определение не вступило в законную силу. То есть, у вот этого ФБУ, у Райский оригинальный центр судебной экспертизы, Министерства юстиции Российской Федерации, у них не было законного основания, чтобы требовать с меня деньги. Они выслали счет, сказали, оплатить. Я усматриваю факт мошенничества. Редко удаляется освещательная комната на троне. Не важно, что произойдет. Мое дело заявить. Мое дело все зафиксировать и озвучить. Народ рассудит. А творец тем более. Интересно, он так личность установил, даже номер не посмотрел. И приставы тоже номер не посмотрели. Ну, это, конечно, лжанулось трижды вообще. За меня трижды решило. Да, они все так делают. Нет, 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 Там более опытные сидят. Я удивлен, что она так себя повела. А как она? Что будем делать? Нет, помнишь, она сказала, что будем делать? Она так сказала? Да. Так, она начала вот отводить, она такой, что будем делать? Значит, за меня она единолично решает. А когда я припер, она спрашивает у меня его коллег, что делать, что делать? А что делать? Сама она накрутила, вот сама ее схлебываю. А мне какая разница, я честно говорю. Это же все равно на это все в интернет пойдет. Чего, чего, чего? Ты что будем делать? А что делать? Я сниму эту песню. Что делать, что делать? Пословица такая была. Снимай станы и бегай. Мне такая интересная была. За меня не наличие решает трижды, а за себя уже у коллег надо спрашивать. А как быстро все говорить? А, ну правильно, я же отвод всему составу заявил, поэтому он у коллег и спрашивает. Что будем делать? Что делать? Там слушатель пришел, я удивлен. Скорее всего, это из наших кто-то. Да, Лена пришла. Да, дилемма. Сейчас я им еще короче запылину. Короче, рассматривают коллегиально. Сейчас перерыв объявили, потому что заявил отвод на основании того, что председатель трижды за всех решала, есть ли отводы, нету их, короче, решила, что нету, сама спросила и тут же решила, говорит, нету. Есть отводы, нету, дальше. Адитайство есть, нету. Права ясны, нету. Ну и ладно, дальше поехали, короче. На этом основании я трижды нарушила право на отвод, на ходатайство и на разъяснение права. Он заявил отвод своему составу, в том числе секретарю, вот, и они удались в совещательную комнату. Ждем. То есть меня народ поддерживает, они вообще не ходят. Даже возражения на частную жалобу не прислали. Никто из ответчиков не явился и даже возражения на частную жалобу не прислали. Я обратил на это внимание, сказал, что они отказались от самодостоятельной правозащиты, соответственно, в принципе, не возражают против моего мнения. То есть они ни письменно, ни устно не возражают. Не явились, и даже письменно не подали возражения. А мне там можно сесть за стол, чтобы как вы не видели. Вы не решены, правда, в принципе, садиться в любое место свободного зала вас председательствующий при гостине в начале судебного заседания, чтобы вы сели поближе, для того, чтобы вы видели у вас участник процесса. я задерживаю процессы. Я вас предупредила перед процессом, что мы передвигаем процесс ваш на... Ничего вы не предупреждали. Я вот возвращала паспорт участнику процесса перед вашим делом и сказала, как только дело появится на мониторе, вы проходите в зал. Дело появилось на мониторе, я вышла, вы были заняты чем? Просмотром сотового телефона. Все? Я не просматривала сотовый телефон, держала его наготове, для того, чтобы включить это план. Вы даже мне не сразу звоните. А, да, кажется. А вам, может, это бы тоже кажется. Вот вы опять делаете вывод за нас. А вы за нас. Вы делаете вывод за меня. Вы сейчас только что за меня его сделали, что мне показалось... Вы сказали, что я вас не заметила. Скажите, вы сказали, что я держала телефон на готове и смотрела на монитор. Этого не было. Вы говорите, что я ошибусь. Мне показалось. Ну, все. Мне показалось хорошо. Куслово сказать, я не в телефон пялилась, а Булгакова смс писала о том, что заседание началось, а меня не приглашают. А вы говорите, что я сидела и пялилась в телефон. Я таких оборотов не говорила. Я сказала, что вы занимались просмотром. Это разные вещи. Я писала смс Булгакова, что заседание началось, а меня не приглашают. Ну, хорошо. То есть, вы смотрели телефон? Так если я знаю, что заседание началось, значит, я видела экран. Нет. О чем вы говорите? Так приглашают на судебное заседание. Приглашают по средствам монитора. Я вам это объявила заранее. Вы про экран говорили, а не про приглашение? Я вам говорила по приглашению по средствам экрана. Вы не говорили, что зайдите. У нас ожидают. И что у них там с обедом? Что потом ни жалоб ни у вас, ни у нас на его. Судебная коллегия по гражданским делам в Севастопольском основном суда в составе поседательствующей Ложковой судей Сибири Филатин в приведении протокола с пользой радиозаписи помощного суда и рассмотреть в открытом судебно-седании заявление Булгакова Анатолия Николаевича об отводе состава суда секретарю установила. Десерт Булгакова заявила в отводе состава суда секретарю с интересованностью суда в исходе дела не разрешение податься с отвода заявок и суд. В соответствии с частью 1 ст. 16 Гражданской полуциальной области Севастопольской Федерации Мировой судья а также судья не может рассматривать дело подожительных воду и силам при предыдущем осмотрении данного дела участвовал в нем в качестве протокола в вопросе секретаря судебного расследования представителей свидетелей экспертов специалиста переводчика является родственниками и сводственникам полуо-бразинск участвующих в гиблибе их представителей лично, прямо или косвенно заинтересованным в исходе дела и не имеют ценные обстоятельства вызывающие сомнения его объективность и беспристрастности В соответствии с статьей 18-16 Крадиционного Кодекса Российской Федерации основания для отвода судей указанной ст. 16 настоящего кодекса распространяется также на прокурор помощника судебного расследования эксперта специалиста переводчика вместе с тем указанное в основании заявления об отводе обстоятельства основанием к отводу не является протокол судебного расследования помощник судей в связи с этим обстоятельств в статье 16-18 Кражданского Кодекса Российской Федерации являющейся основанием для отвода с того суда помощнику не имеется каких-то обстоятельств данных о том что судебный коллег помощник прямо непосредственно за эти слова на свое дело не имеется в православе статья 16-20 Кражданского Кодекса Российской Федерации судебной коллегии определила удовлетворение ходатайства САБУГА Квантином Николаевичем вводит составу суда помощнику судей отказать прошу судиться судебное свидание является продолженным обманом у меня есть заявление у нас был значит на то вашей частной жалобы вы сказали что вы настаиваете да да полностью слушаем ваши дополнения у меня заявление я заявляю вводом недоверия всему составу суда в том числе секретарю а также заявляю в утрате доверия всему составу суда и секретарю в том числе секретарю а также заявляю утрату доверия всему Свердловскому областному суду А также заявляю утрату доверия всей Российской Федерации На основании того, что вы трижды решили за истца Как минимум за истца, и в том числе за всех ответчиков Есть ли у них отводы, есть ли у них одатайство И не разъяснили права И когда я вам заявил отвод, вы часть третью напрямую игнорировали То есть там прямая личная, либо косвенная заинтересованность В том числе, если есть иные обстоятельства Оттоятельств достаточно, я считаю, как минимум три раза вы нарушили конституционные права истца Соответственно, я заявляю в утрате доверия всей судебной системе И в том числе Российской Федерации, и вам в том числе Значит, заявленный вами отвод состава суда Секретарю, у нас не секретаря, а помощник судебной Рассмотрим суда, определение вынесет, наглышен он сейчас Отлично У меня, я хочу заявить представителя Вот там слушатель присутствует, женщина Калинина, точнее Елена Калинина Я заявляю ее представителем Требую допустить процесс У нее есть высшее образование? А зачем оно нужно? Юридическое высшее образование, нет? У нас допуск в апелляцию касаться высшее юридическое образование А у меня нет юридического образования, меня же допустили Вы лицо, вы сторона по делу Так, значит, кадатрство, это в чем у вас? У вас заявлено на кадатрство О допуске Встаньте, пожалуйста Назовите себя Высшее юридическое образование у вас имеется? Судебная коллегия Подъявила отказателя Это заявление на кадатрство Поскольку участвует представителем Стороны в суде Требляционной инстанции Именно это лицо с высшее юридическое образование С дипломом кандидата юридических навыков Что-то хотите еще дополнить? Я хочу уточнить Разъясните, пожалуйста, ваше решение На основании какой статьи? Значит, ваш отвод Отвод, заявленный вами Судебная коллегия рассмотрела Определение вынесено В совещательной комнате Все полностью вам оглашено Если вам нечего сказать Тогда мы удаляемся в совещательную комнату Для вынесения резолютивной части Требляционного определения По вашей честной жалобе Вы опять пытаетесь выдать свое мнение За мое Я возражаю У меня есть кадатайство И заявление еще Я не получил ответ Я не получил ответ На свое заявление О разъяснении решения суда Вы уклонились от ответа И перешли Уважаемый, какого решения суда? Вам не был заявлен отвод Я вам третий раз объясняю Отвод был заявлен Мы его рассмотрели в совещательной комнате Полностью определение вам огласено Вы опять меня перебиваете И не даете разъяснить Вы нарушаете мое право на защиту Я хочу пояснить И точнее разъяснить вам Что я заявлял Заявление о разъяснении решения суда Не по поводу отвода А по поводу допуска моего представителя На основании какой статьи Вы отказали в удовлетворении ходатайства Чтобы Елена была моим приспособлением Послушайте меня Статья 49 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации Значит, кто могут являться представителями судей? Представителями могут быть адвокаты Иные оказывающие юридическую помощь лица Имеющие высшее юридическое образование Либо ученую степень по юридической специальности Это часть 2 статьи 49 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации Вот, благодарство У меня ходатайство Я хочу, чтобы вы на основании статьи 226 ГПК РФ Вынесли частное определение По признакам состава преступления Предусмотренных статьями 159 УК РФ Это мошенничество 179 ГК РФ Это принуждение к сделке Статья 285 УК РФ Это превышение должностных полномочий Статья 286 УК РФ Это злоупотребление должностными полномочиями В отношении юрисконсульта Сейчас скажу Сафонова ЯВ Так как я осматриваю признаки Вот этих статей, которые я назвал То есть имеются все признаки состава преступлений и правонарушений То есть по факту у нее не было оснований Выставлять счет и требовать оплаты Оплата была произведена только из-за того, что я не знал, что частная жалоба дошла до вас И соответственно определение не вступило в законную силу А так как она мне звонила до того, как я узнал, что в определении у вас Я предполагал, что определение вступило в законную силу Она обязана была проверить этот факт Но она этого не сделала Кстати, еще признаки халатности тоже Поэтому требую вынести частное определение И направить в следственные органы для проверки уголовно-процессуальной проверки Данный вопрос будет рассмотрен в судебной коллеге в совещательной комнате Если у вас все, все у вас Нет, не все, у меня еще будут заявления Слушаем вас А вы сейчас можете принести? В совещательной комнате этот вопрос рассматривается Еще что? Слушаем вас А на каком основании? Я хочу, чтобы вы сейчас вынесли определение Судебная коллега определила разрешить данный вопрос При удалении в совещательную комнату Пожалуйста, следующее ваше ходатайство В чем заключается? Я хочу... Не буду отнимать ваше время и свое, и народное Значит, хочу пояснить Деньги на экспертизу были собраны народом В ходе прямого эфира Так как дело касается всего живого человечества Потому что статья была написана против живых человек Якобы это какая-то секта Если вы считаете себя живыми человеками То это относится и к вам в том числе То есть всех людей на планете Земля Вот так вот одним росчерком пера, можно сказать Внесли в секту Сделали из живого человечества сектантов И еще назначили какого-то неуравновешенного Якобы в кавычках лидера Антона Булгакова Соответственно, народные деньги на экспертизу Были потрачены ввиду того, что Сафонова ввела заблуждение меня И усматриваются признаки состава преступления То есть в ее действиях Я хочу сказать, что данное решение незаконное вообще Экспертиза назначена судом Вопреки моей версии У меня есть свои кандидаты У ответчиков были свои кандидаты Но почему-то суд решил назначить свою экспертизу И при этом оплату назначить Антона Булгакова За народные деньги То есть если вот эти народные деньги Что-то с ними случится То вся ответственность будет в том числе и на вас Благодарство Судебные коллеги останутся в совещательном комплексе Для вынесения результивной части апелляционного определения Ожидайте, совещаемся Благодарство Опять защита уже Так, в отводе отказали Я им тут же вынес вотом недоверие И утрату доверия вообще все Им, суду, составу, секретарю, помощнику Областному суду Все южидические конторы Российской Федерации Короче, всем утрата доверия Они там в шоке были Что-то налево-направо Ну и там голова не как раз поворачивалась Вот Заявил еще Потребовал вынести частное определение По статье 226 ГПК РФ Так как усматриваю в действиях вот этой Юрисконсульта Сафоновой Которая мне принудила к оплате Там признаки мошенничества Принуждение к сделке Превышение должностных полномочий Злоупотребления И халатность Она должна была убедиться Вступила в определение В законную силу или нет Она этого не сделала Вот Деньги потрачены народные Нету И я возложил всю ответственность За отрату этих народных денег На вот этот состав суда Который Матвот завел Вот Я им это все разъяснил Сейчас И они удалились Совещательную комнату Сейчас будут выносить Укодили мне Но заявили они мне Я впервые заявил Об утрате доверия Раньше я только вот им Ну вот им это желание Я желаю не доверять вам Но я не заявляю Что вы утратили доверие А сейчас я заявил Утратили доверие Сколько можно? Пять лет мне нужно Ни один отвод Не удовлетворили ни разу Хотя все основания есть Взяла за меня На оглашение На оглашение Судебная коллегия Придвила Вдрикторе Некадат из пресса Булгакова А мне не видно Можно камеру поменять? Судебная коллегия Придвила Вдрикторе Некадат из пресса Булгакова Сообщение В органах дознания Или предварительного следствия В порядке Статьи 226 Гражданского Паруциального Кодекса Российской Федерации Отказать Определение Ленинского Суда Города Екатеринбурга От 8 августа 2023 года Оставить без изменения Частную жалобу Сабулгакова Без удовлетворения Копию нашего Апелляционного Определения Можете получить Судебная Станции Примерно Через 2 недели В случае Несогласия Обжалов Стационный Порядок В течение 3 месяцев С сегодняшнего дня 7-й Экстационной Судочной Резикции Город Челябинск Через 101 Станции Также Правиль Знакомиться С протоколом И с аудиопротоколом Судебного Седания Которые будут Изготовлены Предусмотрены Круциальным Законом Срок Значит Срок Изготовления Протокола 3 рабочих Дня Срок Подачи Замечания 5 рабочих Дней С момента Изготовления Протокола Судебного Седания Судебное Седания Объявляется Докрытым До свидания Благодарствую Какая разница Где он стоит Если ничего не работает Вообще Ничего не работает Вообще Есть доверие Нету Им без разницы У меня сейчас акция Сработала Прям удивляемся У них опять Эвакционный Выход закрыт На всех этажах Новость Не слышали Про Рязань Ну да А что там А кто там Неизвестно Какой-то велосипедист Я не знаю Он же типа В Москве написали Что-то Нет Самое главное На велосипеде Слушайте Честно Я не знаю Ну СМИ написали Весь в черном А и на велосипеде Кто на велосипеде ездит У кого машины нет Я не знаю А где машина Я думаю Надо среди должников Искать Якобы должников У которых Изъяли машину Я первый раз Слышал бы Какой-то киллер На велосипеде На лошадях Слышал Саблями Слышал Обычно На машинах Или пешком А тут на велосипеде Интересно Наверное Наверное Знают Про вязань Видишь Новость Номер один Да Я весь в мыслях Я тоже Выхожу Прямо как будто кипятком Облили тебя Слышно До головы Ты прав Ты прав Сто пудов Тысячу пудов Прав И вдруг Какая-то Тебе говоришь Что ты там Вообще Бандит с большой дороги И тра-та-та Ну они Свою п***ю Придел Руду Да Мы никогда Ну если они За это деньги получают Они разве откажутся По трупам Детей Тебе пройдут Стариков И так далее Ну не зря К ним На велосипедах Заезжают В Рязани же Убили Главного приства На велосипеде А он на велосипеде ехал Нет Киллер Киллер На велосипеде А ну правильно Не догадаешься Или нашли этого киллера Видели Но не нашли вроде Правильно По машине Ты конечно Узнаешь номера А велосипед Ладно Едет и едет Пять лет Я к этому шел Заявить Утрату доверия А что делать В системе Правильно Всему миру В следующий раз Заявим Причем тут весь мир Я о системе заявил Именно Российской Федерации Это все их суды Ихние флаги везде висят